Ну хорошо, будем читать по очереди, значит, если есть желающие, Тимофей, пожалуйста, если есть какие-то еще желающие читать, нет проблем, даже если это, скажем так, несколько снижает скорость, тем не менее, в этом есть смысл. Можно помогать и все, но если будут присоединяться люди, которые еще будут читать, я в этом вижу вообще смысл. Окей. Ну хорошо, как бы я начну, да, Песедр, хотел постучать еще в этом самом... Давай, наверное, нужно вот самый этот первый абзац прочитать, чтобы было понятно. Самый первый абзац в этом параграфе? Не-не, который на 37-й странице сверху. Да-да-да. Да-да-да. Да, хорошо, абытохо это что, абытохо шельматохо. А, ну вот оно и начинается. Нагзорлы и нянгуфа адам, это, наверное, да? Да-да, это мы начали. Ну хорошо, мы чуть-чуть отматываем назад, чтобы было более понятно. Запись я включил, да? А именно, мы разбираем как бы параграф, который называется, опять же, душа человека, она, не знаю, мне кажется, близкий перевод по смыслу априори свободный. То есть какой-то у нее изначально есть свобода. Не свобода, которая как бы временная, а изначально есть понятие в душе свободы. Окей? Нагзорлы и нянгуфа адам. Вернемся к теме тела человека. Аквияша адам улы маасэ амазон шо то ухэль шмат экеа кзама. Утверждение, что человек по существу является продуктом, либо просто, ну продуктом питания, которое он ест. И это, такое утверждение окажется преувеличением. Почему? Потому что в человеке существует некоторое, я от себя добавлю, базисное ощущение свободы, которое ему трудно, которое, по отношению к которому ему трудно объяснить источник этого. То есть какое-то некоторое врожденное ощущение свободы. И это вот, наверное, связано с этим вот словом именно бад хорин или бне хорин, или просто херут. Вот, значит, базисное ощущение действительно свободы. И мадам лой стакэль аля тэва кдэй элильмот аль офьё, офьяв, элэйт бунэль бы тохо книма. Если человек не будет вглядываться в природу для того, чтобы понять свои собственные характеристики, скажем так, а напротив посмотрит внутрь себя. Тохо, это тохо чего? Я думаю, все-таки на себя внутрь посмотрит. Ну, посмотрите, я буду дальше посмотрю. Уй, я гейлам с канахэр. Тогда он придет к противоположному выводу. А тэва амнам пуэль ле кэмэхуна. Действительно, природа работает как некоторый заведенный механизм. А вальнефиша и нашитый на квула ле сибытиют. Но душа, человеческая душа, она не связана, ограничена. Ковуль это вообще в кандалах быть, на самом деле, азекимы на иврите. Она не связана с причинно-следственной связи. Она так неограничена ей, да. А талмуд на массахер шаббат. Талмуд в трактате шаббат. Омер аль ле фиш адам. Так говорит про душу человека. Бат хорин и зу. Она, в смысле душа, она свободна. Но опять же, это выражение бат хорин. Она свободна. Наверное, как бы изначально свободна. И исходя из этого понимания, можно сказать, человек, по существу, живет в пограничном пространстве между двумя мирами. Мир, который весь представляет себя свободу, и мир, который представляет собой закон. В протяжении истории сделались ряд попыток для того, чтобы упростить сложность этого понимания. И можно их всех свести к перечислению четырех опций. И вот эти четыре опции. Были такие, которые утверждали, что да, действительно, человек, он изначально свободен. Но по существу, вся реальность в целом обладает свободой выбранной. И это утверждение древнего языческого мира, который судит внешний мир на основании мира внутреннего. Ну, мне это непонятно. Может, вам это понятно? Может, дальше будет понятно. Почитаем до конца этот абзац. Тогда, может быть, будет понятно. В соответствии с этим рассуждением у нас нет возможности определить, решить, что яблоко свободно. Почему? Потому что яблоко тоже обладает, ну, как бы, желанием, имеется в виду, в смысле, желанием свободы или желанием выбирать, наверное, свободно действовать. И из-за, по причине собственного выбора, он решает, всегда же надо упасть вниз. Большое внимание, вниз. Окей? Это я в шутку сказал. Да, ну, так про языческий мир, как бы, понятно было, наверное, из-за того, что долопоклонники обращаются к каким-то материальным объектам, да, считая, что в них заключается некоторая сила, правильно? То есть обращаться к камню для того, чтобы он, как бы, что-то такое решил. В этом, наверное, идея, нет? Мне кажется, это такое детское восприятие, да, как ребенок, он все видит живым, да, там, игрушки он со всеми разговаривает. И точно так же и человечество на своем раннем этапе развития, оно представляло собой такое языческое сознание, да, вот он к камню, там, к речке обращается, к солнышку. К звездам, к солнцу, да. Да, 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 то есть он думает, что раз я живу, у меня есть личность, я свободен, то и все живое, да, и вот это вот такой волшебный, сказочный мир язычник, в котором все живое. Либо он не мог, либо он не знал некоторые законы природы для того, чтобы, как бы, логически объяснить, почему происходят те или иные явления. То есть если человек в школе выучил, почему яблоко падает, закон притяжения, то он не будет обращаться к яблоку с пожеланием, там, не падать или что-то такое, что-то другое. Ну, да, окей, ну, да, наверное, действительно так. Окей, это первое, теперь дальше, второе. Ешетану – это эфир, а были такие, которые утверждали противоположное. Хэлэк мээн шээм адабэ мээ ад шээй с рээ тану шээ тхушата хирут айнушит яшлая, часть из людей науки, или ученок, скажем так, в XIX веке утверждали, что ощущение, человеческое ощущение свободы, посуществует и иллюзия. В икей адам на тун куло лэ мару то шуль тэва. Человек по существу весь однажды в господство распоряжения природы. Дальше. А мы шутафлы считаю, что тот элэ у шэшны штээн шаафу лэ ахдуд. И общее между этими двумя подходами заключается в том, что они обе стремятся к единству. Оше коль абруин инамбны хорим, оше кулам инамбны хорим. И тогда два противоположных мнения, но абсолютных. Либо все созданное является свободным, или свободным можно выбирать. Либо они все являются несвободными. То есть, либо так, либо не так. Но, в принципе, картина единая. Окей? Получается такая история. Вначале человек смотрит в себя, видит, что я свободен. Раз я свободен, то и все свободны. Все остальное живое тоже обладает личность. Потом человек начинает изучать окружающий мир, развитие науки. Он выясняет закономерности, солнце, движение звезд. И тогда он понимает, что все это механизм. И приходит к выводу, что раз все механизм, то и я механизм. К тому времени уже изучает строение человеческого тела и приходит к такому выводу. Либо все свободны, либо все несвободны. Да. Наверное, так. Наверное, такая логика развития. Если у кого-то есть какие-то соображения по ходу действия, пожалуйста, можете сообщать. И мы это будем как бы обсуждать, чтобы было более понятно. Дальше. Таанану сэфит ии зу шэль афилософ барух, где называется Шпиноза, по-русски переносится Спиноза. Значит, дополнительное утверждение принадлежит философу баруху Спинозе. Который считал, что понятия свободы относятся в основном к Богу. Но по его подходу, Элоим – Бог. Он как бы сам является частью природы. Почему? Потому что слово «бог», а наверить – это во множественном числе. Да, Элоим – это как бы множественное число. По существу это прилагательные, которые мы ему приписываем. Которые подчиняются природному миропорядку. По существу это вежливая форма сказать, что свободы не существует. Мы это поняли, нет? То есть человек как бы осознает, он привык к тому, что есть Бог. Но когда он начинает исследовать, он понимает, что Бог – это тоже закономерность какая-то. Закон кармы, некоторые говорят. Некоторые говорят закон любви, что они как бы не атеисты. Они не отрицают Бога, но они его считают каким-то законом. То, что называется Бог-машина. Понятие «трансцендентная личность», да, они его не понимают. Окей. Теперь это было третье. Спиноз – это был третье. Теперь четвертое. Это «Онар, вид, и зушель, навея, Исраэль». А вот четвертое как бы утверждение, подход – это пророков Израиля. «Эбуйгутэхамхазаль» и идущих вслед за ними мудрецов. Мудрецов, «Шаадаму бен хорим», который утверждает, что человек, он свободен. «Каемитамнамхукиютбатэва» – да, действительно, существует некоторый физический порядок в природе. «Аваля хукиютазу и хэлек мя херут шаля кадышбару». Но это законоподчинение или законопорядок в природе является частью свободы Всевышнего. Но это как бы какая идея? Это в смысле, что Всевышний захотел, чтобы топох падал на землю, поэтому падает на землю. И он создал земное притяжение. Правильно, такая идея? Это выражает как бы… То есть яблоко не само по себе падает, а оно падает. Почему? Потому что у Бога есть свобода выбора сделать земное притяжение, либо не сделать земное. Он создал земное притяжение, поэтому яблоко падает. Ну, так, наверное. То есть в связи с закономерностью, да, мы их видим, но они потому, что Всевышний создал вот этот закон. Он так захотел, чтобы часть реальности, она вот по жесткому закону работала. Да. «Бенегутлы двора в шель шпиноза». В противоречии или опровергая слова шпинозы. «Элоим, ло, калуль бетева» – Всевышний не является заключенным ограниченным природой. «Элоим, ло, калуль бетева» – НЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В ПРИРОДУ. «Элоим, элоим, так, все, конец. Сейчас, я дико извиняю». «Анет, убери этого самого кота, он выключил мне массаж». «Черт, его побрал. Убери его, выключил мне массаж». «И коробку, плиз, поставь туда, а она стоит. Черт, его побрал. А вы меня слышите, нет?» «Да, да». «Слушай, прочитай с этого места, плиз, у меня надо восстановить массаж». «Черт, его пелогим, ло, калуль бетева». «Бог не включен в природу, но природа включена в Бога». «Акадош баруху макора хируд». «Всевышний – это источник свободы». «Вегур отца ши тиху киют бетева мехад в хируд бадам ме эйда». «И он захотел, чтобы была закономерность в природе с одной стороны и свобода в человеке с другой стороны». «Пока Натан борется с котом, может быть, есть у кого какие-то возражения, вопросы, дополнения?» «Я думаю, что кот хотел высказаться от имени природы. «Да, скорее всего. Гад. Просто гад». «Секундочку». «Андрей, ты читаешь, нет?» «Я дочитал до конца страницы». «А, перевернуть надо». «Ты не можешь перевернуть?» «Нет, потому что на том экране находится. «Природа сбунтовалась». «Нет, но он сейчас даже себя закроет, он откроет его снова там же». «Бунт машины природы». «Да, представляешь, кошмар». «Кооперировался, кот с машиной». «Черт, его побрал. Я, главное, уже поставил туда коробку огромную, чтобы он не прыгал, он все равно туда прыгнул». «Сейчас, я дико извиняюсь за эти локальные проблемы». «Нет, оно вот там открывает». «Уф, Мэтс Бэн». «Знаешь, что, если можно, открою себя». «А, так мне тебя надо сделать тем самым». «Вау». «Знаешь, что, может быть, открою себя, пускай народ не видит текст, но читай его хотя бы. А я сейчас, мне надо подергать за провода, я не понимаю, где-то включается». «Давай, давай». «Ладно, я дико извиняюсь перед всеми, идиотизм, конечно». «О, так, я нашел». «Ну, в крайнем случае, я…» «Так, но ты меня не сделал организатором». «Да, да, 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 сейчас я тебя сделаю. Это я теперь на самом деле уже могу. Сейчас я тебя сделаю. Да, я тоже, на самом деле, на другом массахе сейчас вижу, но если можно читать, я сейчас тут включу секунду». «Да, все нормально?» «Да, да». «Так, окей, тогда я читаю дальше». И тогда мудрецы Израиля утверждают весомое утверждение. «То, что человек выбирает сделать, действительно вытекает из его свободного желания». А из этого следует, что он должен отвечать за свои действия. «Подальше каймим натуним рабим акфуим аль-хаадам». Несомненно, существуют многие вводные, которые навязывают человеку, которые порабощают человека. «Мивнегу аль-хаадам, его генетическое строение, страна, в которой он находится, адкуфага историт, шеба ухай, период истории, в котором он живет, ваф натует навшо, и даже склонности его души». Но все это всего лишь вводные данные жизни в целом и ситуации в частности. Когда мудрецы говорят, что человек свободен, они имеют в виду, что человек свободен выбирать свою реакцию на вот эти данные, которые мы перечислили. Где он находится, время, его генетическое строение, наследственность и так далее. То есть он свободен выборе реакции на вот это все, то, что дано. Реакция не предопределена изначально. И все вот эти вводные, они не способны навязать человеку, не способны породить в нем неизбежную реакцию. Вот такая как бы сложная история. Мы знаем и видим, что есть что-то железное, предопределенное, закономерное, как вокруг нас, так и в нас. Какие-то определенные свойства, которые мы не можем изменить. Но за всем вот этим вместе, за комбинацией всех вот этих факторов, которые влияют на меня, которые я изменить не могу, есть моя реакция на вот это все, да, есть какая-то точка решения, да, и она свободна. Вот таково мнение мудрецов, насколько я понял. Так они объясняют вот это противоречие, да, между тем, что есть у нас внутреннее ощущение свободы, да, и вместе с этим, когда мы начинаем анализировать внешний мир и человека, да, мы видим, что есть жесткая закономерность. Да, но при том, наверное, все-таки бывают случаи, когда человек в силу своих предыдущих выборов лишается этой свободы, как вот с фараоном учат. Да, но это странный случай, я думаю. Я думаю, тоже есть еще необязательно фараон, это, наверное, точно единственный, там мало таких случаев, но когда человек, например, у него генетика зависимости, это тоже, если он зависим, он не сможет правильно выбирать. То есть им владеет эта зависимость, и он как бы поврежден ею, он делает выбор с этой точки. Не совсем он свободен выбирать. Ну да, здесь как раз было написано, мивне о генете, то есть именно его генетическая как бы заложенность, да? Да. Слушайте, я помню, анекдот такой был, может, будет уместно, что двоих братьев-близнецов, один как бы алкоголик, другой успешный бизнесмен, но их спрашивают, как вот вы до этого дошли. Один говорит, ну, у меня там отец алкоголик, мать наркоманка, там, ну, какой у меня был выбор? Только по этому же пути. И у бизнесмена спрашивают, ну, а ты как вот такого достиг? Ну, отец алкоголик, мать наркоманка, брат в тюрьме, ну, кто за меня? Только я сам. Как бы никто бы мне не помог. Ну да. Вот очень интересно, почему один выбрал такой путь, а второй другой путь? Да. Вот где свободы? То есть, как бы этот выбрал, ну, не знаю, выбрал он это, ну, вот этот, который наркоман, потому что ему, может, нравилось больше быть зависимым от этих средств? Не знаю. А другой может просто быть свободный, богатый, независимый. Ну, что-то им. Потому что свобода как будто все равно остается. Ну да, вот это то, что, по-моему, то, что Андрей прочитал, это вот близко к этому анекдоту, на самом деле. Это то, что мудрецы, они как раз утверждали, что то, что человек выбирает делать, стекает из его свободного желания. То есть, при условии, когда у людей равные начальные точки выбора, как вот в этой ситуации, когда двое в одной семье. Ну, у них была возможность выбрать, один выбрал одно, другой выбрал другое. У них разные реакции, да, как раз тут и написано. В чем свобода? Свобода в реакции. Одни и те же данные, реакции разные. Да. И нельзя сказать, что один выбрал только почему, потому что в нем был заведен часовой механизм быть алкоголем. А у второго был часовой механизм, заведен, чтобы он стал успешным бизнесменом. Правильно? Поэтому каждый из них как бы отвечает. Да. Ну, и тоже можно сказать, ну, как бы, награда, чтобы человек стал бизнесменом, я не знаю, как ему будет, на деньги, которые он зарабатывает. Вот. Но если, не дай бог, человек, например, один убийца, а второй, наоборот, как бы хороший человек. Ну, бессендер, вот, поменять только у них это самое профессиональное определение, род занятий, да, то будет, как бы, такая же ситуация, в Бутице будет отдавать отчет, как бы, не зависит от того, в какую ситуацию. Совершенно другая история, совершенно не хочу идти, просто у меня в субботу был гость, Пинха Спалонский, вот, и он ездил в Америку, он объяснял, я с ним долго спорил, ну, как бы так, мне не очень все было очевидно, но вот он именно проводил, как бы, такую штуку, что в современной Америке, вот, есть очень сильные линии, которая пытается, вот, заменить, в числе прочего, такой естественный выбор человека, ответственного человека, как раз вот такими, типа, генетическими штуками, то есть, если человек, например, он там, у него отдаленные родственники были, ну, не отдаленные, в смысле, прошлые поколения были рабами, то вот он может там быть таким, таким, таким. Почему-то он несет за это ответственность. Наоборот, надо перед ним извиниться. Такая тема была. Это более-менее по этой штуке идет. А мудрецы сказали, что не важно, ты белый или черный, а ты должен отвечать за свои поступки. Окей, так, наверное. Это же как раз было на прошлом или позапрошлом уроке. Мнение психоаналитиков, что на человека так повлияли наследственность, какие-то травмы детские, и все. Он не свободен. Мне кажется, это та позиция западная, про которую он говорил. Да, смотри, я тоже сейчас все время про это говорю, когда я касаюсь, или мы касаемся этой темы, потому что она очень болезненная, чувствительная в современном обществе. Но, тем не менее, обсуждался вопрос гомосексуализма. До сих пор непонятно, человек отвечает, либо не отвечает. Либо это заложенный генетический механизм, либо это его свободный выбор, но может влияние общества. По-моему, однозначно ответа нет. По-моему, уже доказано, есть статистика, что есть какой-то небольшой процент предопределенных генетических. Но есть большой процент, который в силу того, что модно уже становится. Наверное, да. Вот тот же гость, который я упомянул, он рассказывал про такую очень котирующуюся, респектабельно еврейскую школу в районе Нью-Йорка, в котором, я не помню эти цифры, но в классах, где подростки, просто огромное количество тех самых подростков, которые хотят поменять пол или там еще что-то в этом направлении. И понятно, что это, да, скорее всего, действительно какая-то часть точно подпадает в какое-то влияние. Окей? Получается уже общество, со стороны общества, факторы там моды, факторы... Ну, да, хотя какая-то часть, да, есть. Например, в Израиле был принят закон. Опять, не хочу в эту тему идти, но тем не менее, как-то невозможно уходить. В Израиле только что недавно был принят закон, который продвинул министр образования, который сам по себе гомосексуал известный. Вот из партии МРС, такой крайне левый, был принят закон о том, что запрещается специалистам, ну, психологам, наверное, давать услуги по изменению сексуальной ориентации. То есть пришел человек и говорит, например, вот я с такого-то времени стал гомосексуалом, а я хочу вернуться обратно. Ему запрещено как бы давать ему обслуживание. Ну, наверное, это нехорошо, потому что один человек решил судьбу других людей. Ну, да, смотрите, это часто так бывает. У нас есть такое ощущение, что как бы левоориентированные политики, деятели и все, у них есть такая тенденция, когда они борются якобы за права человека, но при этом очень сильно ограничивают права. То есть права быть гомосексуалом – пожалуйста, но права вернуться обратно – нет. Почему? Потому что это противоречит идеологии нашей. Ну, хорошо, пойдем дальше? Да, если нет больше вопросов, то... Окей. Так, тогда я прочитаю следующий кусочек. Давай. Макора Херут – источник свободы. Макора Херут – источник свободы человека – это душа. И свобода души исходит от владыки мира. Можно сформулировать это следующим образом. У Всевышнего есть абсолютная свобода выбора. И часть ее, этой свободы выбора, он предоставляет человеку, для того, чтобы человек делал выбор для Всевышнего. Когда человек задействует свою свободу выбора, это выбор, это божественный выбор, который проясняется через человека. По-моему, очень глубокий абзац, как-то нужно его осмыслить. Да. Я не знаю, народ, скажите, есть какие-то соображения, нет? Можно еще раз прочитать? Я бы еще раз прочитал. Да, мне тоже так показалось. Давайте еще раз. Да, еще раз. Источник свободы человека – это душа. А свобода души исходит от Всевышнего. Ну, то есть, либо если сделать уравнение, то получается, что в этой фразе написано, что источник свободы – это божественная часть человека, или то, что Бог вложил в человека. То есть, это не человеческое, это божественное в человеке – это свободный выбор. Правильно? Ну, потому что… Всевышний свободен, да, и та свобода, которая есть во мне, она от него идет. Да, потому что свобода от души, свобода равняется душа, душа равняется Богу. То есть, получается, сравниваемая свобода, равняется Богу. То, что если в человеке есть свобода, это от Бога. Окей? Ну, такая схема. Да, да. Кстати, есть еще одна формулировка у мудрецов, да, что такое Бог, да, как вот дать определение. И ответ такой, «Коль ашер хафец аса», да, вот несколько раз это или ему называется, «Тот, кто делает то, что хочет». На самом деле, если задуматься, ни про кого нельзя сказать, что он делает то, что хочет, да. Только Всевышний, «Коль ашер хафец аса», потому что все они обусловлены, зависимы и так далее, и так далее. А есть вот абсолютная точка свободы, да, и это как раз есть Всевышний. И, соответственно, он делегирует, получается, часть своей свободы в человека в виде души, да, вот в душе как раз вот его свобода проявляется. Да, интересно, на эту, ну, близкую тему мне вспомнилось утреннее благословение, которое говорит человек, да, человек. Вот там интересно, что говорит мужчина, что говорит женщина. Это часто обсуждается, что мужчина говорит, как бы, спасибо, что меня не сделал женщина. Вот как бы приходят феминисты и говорят, ну, как же так вообще, что-то, типа, мы второй ссор. А тогда им говорят, а смотри, что сказано про женщину. А про женщину сказано гораздо более круто. Про женщину сказано, что меня сделал керцуно, который ты меня сделал как по своему желанию. То есть женщина является же воплощением же на нем человека. А мужчина только от противоположного. То есть он как бы, он не женщина. А вот женщина, она именно представляет собой вот это вот не тесно. Потому что это рацион желания Всевышнего. А про женщину сказано, что она сделала как бы фемиционал. Можно немножко сказать? У меня такая мысль пришла, что когда вы сказали, Андрей, читали, что Всевышний полностью свободен, он что хочет, то делает. Я сейчас подумал про человека, а я-то или люди не могут, что то, что захотят делать. То есть практически, если я начну то, что я хочу делать, я попаду в хаос. Я попаду, наверное, буду наказан за какие-то действия. То есть я все-таки все равно в рамках остаюсь. Вот такое какое-то размышление пришло мне. Я по-любому в рамках, да, и в рамках законного государства, и в рамках своих склонностей. То, что я делаю то, что хочу, опять же, это в меня вложено там генетикой, наследственностью или наоборот, то, что мне хочется бунтовать против каких-то границ. Да, ведь это тоже обусловлено наличием границ. В любом случае обусловлено. Да, да, да. Яблоко тоже обусловлено, оно не может взлететь на воздух, правильно? Оно падает вниз. Точно как бы человек тоже. Но вот это вот стремление к свободе, которое в человеке, оно вне человеческих рамок. Это что-то внешнее. Это действительно как бы ощущается. Есть какие-то вот параметры. Один из них действительно – это желание быть свободным. И это, по-видимому, привнесенное в человеке. Это то, что в нем есть как бы, скажем, не от мира сего. Не от этого мира. Не от мира сего, да. Не от мира сего, правильно. Окей. Поэтому, когда люди борются за свободу, даже тоже как бы неосознанное, может быть, желание, вот такое активное человечество на протяжении всей истории бороться за свободу. Хотя, казалось бы, человек может быть рабом и жить гораздо лучше. А он хочет быть именно свободным. Окей. Хотя, может быть, в современном мире это как бы гипертрофировано, но тем не менее. Вот такой позык. Окей. Только проблема в том, что многие, которые хотят свободы, они потом, когда ее получают, они не знают, что с ней делать. Это еще одна проблема. Окей. Ну, для этого есть воспитатели. Вот мы сейчас формируем поколение воспитателей вас, то бишь, а вы будете воспитывать людей и объяснять им, что надо хотеть, а что не надо хотеть. Окей. Так, идем дальше. У Всевышнего есть абсолютная свобода выбора. И часть ее он предоставил человеку для того, чтобы человек выбирал для Всевышнего. Когда человек задействует свою свободу выбора, это божественный выбор, который Митбарер проясняется через человека. Ну, мне кажется, более понятно. И вот в Песах, к которому мы тоже приближаемся, на то же то, что Раф Ширкин у него в своих лекциях или объяснениях, занятиях к Песаху, он зачастую подчеркивает, что это вот два события. Первое – это освобождение из рабства. И то, что стали Бнейхорин и дальнейшее принятие Бога, принятие Синайское, принятие Торы. Так вот, принятие Торы должно было предшествовать освобождению. И он зачастую говорит, пересчитывает это на универсионалистский подход, что это имеет отношение ко всему человечеству. И вот это, по-моему, это тоже к этой теме. Только свободный человек, он может принимать Тору. Почему? Потому что и то, и другое, у него есть общий знаменатель. Это не от мира всего. Это связано со Всевышним. Поэтому, если ты хочешь получить часть от Всевышнего, то ты должен, по-моему, задействовать ту часть Всевышнего, которая находится в тебе. Ты должен, по-моему, стать свободным. А что значит часть свободы выбора делегировал человека? Она либо есть, либо нет, эта свобода? Как она может быть частичной? Это я сказал частичной? Нет, это в тексте сказано, что... Хорошо, я тебе скажу. Наверное, ответ такой. Всевышний мог бы захотеть сделать так, чтобы не было земного притяжения, и люди ходили кверх ногами, и яблоко бы тоже наверх падало, да? Окей. А мы этого сделать не можем. Поэтому у нас оно частичное, а у него оно абсолютно. Это то, что вот Саулюс говорил про законы. Есть законы, которыми при всей нашей свободе мы их изменить не можем, правильно? Человек рождается, умирает и так дальше. Ничего с этим делать невозможно. Сколько угодно можешь быть свободным по жизни, вообще летать по небесам, а в конце концов приходит день смерти. С этим ничего не сделаешь. Понимаешь? Вот. Поэтому это хэд, а у него, по-видимому, 100%. Понятно. Наверное, так. Спасибо. Вопрос. По последнему предложению, я правильно понимаю, что, получается, в любой тот момент, когда человек делает какой-то выбор, это уже проявление божественных, даже если он выбирает, что это нехороший. Да. 100%. 100%. Да. Вот это очень сильно. Мне кажется, это для меня самый сильный параграф, который мы прочитали. Да? Да. Сильно. Да. Потому что всегда, как бы, сводят это к более таким, ну, визуально понятным вещам, например, творческий человек, божья искра. Вот божья искра, когда человек нарисовать что-то может, такое, нет. Я, например, вот я фотограф, я могу сфотографировать, а другие не фотографируют. Это у него есть божественная искра. А вот здесь эта божественная искра, говорится про вещи, про которые обычно, ну, как бы, проходят мимо, и не говорят, но нет. Самая главная божественная искра, за приемлем, что это то страстное желание свободы, которое есть в человеке. Вот это настоящая божественная искра. А другой, наверное, талант или что-то типа этого. Окей. Это же равно то, что называется. Ну, хорошо. Пройдем дальше. Еще вот этот пасок, да, я положил перед вами жизнь и добро, смерть и зло. Выбери жизнь. Да, ведь это же можно понять так, что я даю тебе свободу выбирать, но я бы на твоем месте выбрал жизнь. Это то, что говорится, что он часть своего выбора дает человеку, да, но при этом остается выбор как бы в определенных рамках. Да. Вот гораздо было бы логично предположить, что в человеке есть механизм заложен, который не дает ему убивать себя и других. А он умирает только тогда, когда этого хочет, как бы, хотят небеса, приходит его срок. Грубо говоря, создатель создал какую-то машину. А эта машина не может сама себя разрушать. Не может, робот не может убивать других роботов, предположим, вот такие роботы. А то, что человек действительно, у него есть возможность, не дай бог даже, кончить жизнь самоубийством, вообще непонятно, как такое может быть. Нелогично совершенно. Зачем создавать создания, которые могут разрушить все, что ты создал. И то, что действительно, что Андрей говорит, сказано, у Вахарта Бахаин. Я тебе дал жизнь и смерть, но вообще я тебе советую, выбирай жизнь. Да? Окей. Это сильно. когда увлекался этологией, это такие ученые, которые объясняют поведение человека, находя аналогии с поведением животных. И когда вот их просят дать определение человеку, что такие есть в человеке, чего нет у животных, они называют, что возможно, это самоубийство. Да. Вот, кстати, то, что сейчас пришло в голову. Да, действительно. И вот это, по-видимому, связано с тем, что у животных нет свободы. Они в каком-то смысле роботы. У них есть рефлекс. А как же всякие случаи, когда там выбрасываются на берег какие-нибудь чележки и потом... Ну, 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 да, но это какие-то явления природности. Наверное, это все-таки не то самоубийство, которое есть у людей. Я не знаю, они специалисты, как бы, на эршке, это не совсем, а вот этот вот механизм, да, да, да. То есть это можно как-то объяснить, да, какими-то там сложными инстинктами, выживанием беда там и так далее. Да. А человек может так сильно заморочиться со своей свободой, что выиграет смерть. Да. Да. Не про нас будет сказано. Есть, я знаю просто наших очень близких знакомых. Ужасный случай была, дочка вернулась из Индии, она вернулась в депрессию. И даже начало речиться, и в конце концов покончить на же самоубийство. Ужасный случай. Все. Почему? Как, казалось бы, молодой человек вообще, вся жизнь впереди. Почему? Как? Тем не менее, человек, никто не предлагал к этому никаких усилий, наоборот, пытались ее спасти. Тем не менее, своим собственным желанием кончила жизнь. Как такое понять? Невозможно себе представить. Окей. Ну, хорошо. Да. Идем дальше. К этому, ван, маду, абу хэр хадам, лейтим ласо тоф, лейтим ласо тра. Теперь понятно, почему выбирает человек иногда делать хорошее, а иногда делать плохое. Потому что Всевышний заинтересован, чтобы в его мире существовало как хорошее, так и плохое. Эла ше эйн зэ мин га мувхар ла адам, лейт на дев лягу ци лаполь, эт хара шебабхира а элукит. Только недостойный человек, да, как-то так. Эйн зэ мин га мувхар ла адам, или не стоит человеку брать на себя реализацию зла, который существует в божественном выборе. Ну, эйн зэ мин га мувхар, да, то есть не самый хороший способ вообще. Да, то есть не самый лучший для человека брать на себя реализацию зла в божественном выборе. Да, лейт на дев тоже даже как бы то есть вызываться добровольцем, да. Да, добровольно подписываться на то, что было. Шекэ нецэ ля акадуш баруху гамма бхира бэра мистарэфет литов. В то время как у Всевышнего также выбор злого присоединяется к хорошему. Ну да. А валь га дам эйну юдеа кет садли гробли бхира шело бэра лафох литов. Да. Однако человек не знает, как сделать так, чтобы его выбор зла превратился в добро. Да, вот это тоже, это как бы это сильно, да. Человек может сказать, что вот я как бы хочу совершить зло или делаю зло. Почему? Потому что ради добра, ради да, если есть свобода выбора, то как бы выбор хорошего это от Бога, но выбор злого это тоже от Бога. Если он дал мне эту возможность сделать. Это тоже как бы часть, я осуществляю часть как бы этой свободы, которую он мне дал. В каком-то смысле похож на него. Он говорит, ты себя не сравниваешь. Почему? Потому что у Бога даже то, что нам кажется злом, в конце концов является добром. А каким образом этот механизм работает, мне можно себе представить. То есть, если ты сейчас сделаешь какое-то зло, это зло абсолютно. Ты не можешь говорить, что в конце это будет как бы будет хорошо. Человек заставляет кого-то делать, не знаю, ограничивать его свободу. Ну, есть многие вещи, когда говорят, я хотел сделать так, я думал, ну, так будет лучше. Правильно, не знаю, запирает человека в комнате ребенка или телесное наказание, что угодно. Он говорит, ну да, но мне казалось, я считал, что это приведет к лучшему. Нет, ты так не считай. Наверное, так. Ну да, и поэтому есть заповедь, что ты можешь поступать так и поступать так. Поступай вот так. Он дал свободу и дал указания. Да. Хотя, если он создал возможность выбирать плохое, то получается, плохое тоже от него. Все от него. Но так говорить мы, соответственно, не можем. А можно все-таки одну мысль еще? Насчет того, что у Всевышнего абсолютная свобода выбора. А помните у Стругацких, что ты всемогущ, но все-таки не можешь создать правое без левого, добро без зла. Смотри, мне кажется, это близко к тому, что мы приводим какие-то примеры. Например, это привел пример Стругацких. Известный пример из как бы религиозного поля, когда говорят, что Бог всемогущ, но он не может сделать людей так, чтобы они в него верили. То есть он дает человеку свободу не верить в него. Ты всемогущий, если ты не можешь заставить человека в тебя верить. Любой, как был автель, диктатор, он заставляет всех, чтобы все ему поклонялись и все говорили, да, ты самый хороший, самый умный, ты там, святость человечества, пятое и десятое. Понимаешь? А у человека есть возможность не дай Бог вообще сказать что-то противоположное про Бог. Как такое может быть? Понимаешь? Ну вот, да, это парадокс. Да? Не, мне кажется, это просто, да, Всевышний может создать добро без зла, это как раз мир до творения. Просто мы живем в том мире, в котором он создал и добро, и зло. Вот, а все остальное это как раз только добро. Просто нас там нет пока и уже одновременно. Да. Дальше Равширки объяснит это на примере. Есть медраж, который называется Медраж о смерти Маширабейна. Шема Ваерни Кудазо, который объясняет этот момент. В этом Медраше рассказывается о том, как Всевышний говорит Маширабейну, что приблизилось его время умереть. Маширабейну шуэль, а Маширабейну спрашивает, коль ака сазе Алай лама? Весь этот гнев на меня почему? Почему ты на меня гневаешься, наверное. Акадош бараху мишиф шамедубар бы оныш альхет меймарева. Всевышний отвечает, что речь идет о наказании за грех у раздора. Там, где он ударил жезло москалу, где нужно было говорить с колен. ах, моширабейну моширабейну дохэ зод бета анаша кадош бараху их шило. А так Всевышний отвергает это обвинение, эту претензию. И кто отвергает, мошир, мошир отвергает. Говоря, что это Всевышний ввел его их шило, привел его к этому провалу. Сделану подножку как бы. Медраж мамших Медраж продолжает и дальше Медраж приводит целый ряд доводов Всевышнего, почему мошэ должен умереть. Мошэ отражает, отвергает их все. У басов умер а кадош бараху и в конце говорит ему Всевышний «А та гаракте это месри меблили толми мене решу». «Ты убил египтянина, не спросив разрешения у меня». Мошэ Рабену отвечает «Ва та гаракте коль бахурэ месраем вани амут бешвиль месри и хат». Мошэ ему отвечает «А ты убил всех первенцев Египта, а мне нужно умереть за одного египтянина». Очень еврейский спор, да. «А ты всех убил». Всевышний отвечает ему «Как ты можешь сравнивать себя со мной? Я умершвляю и я оживляю, а ты не можешь оживлять подобно мне». Вот урэга миста тмот тэану тавшэль мошэ рабэйну вэгу моским ламут. В этот момент закончились доводы мошэ рабэйну и он согласился умереть. Потрясный мидраж. Да. Потрясный мидраж. Мидраж зэ нитан лилмод ка шэр гадам бухэр бара. Из этого мидража можно выучить, что когда человек выбирает плохое, а раху ахэн ра. Тогда плохое действительно плохое, зло действительно зло. Бху янэш альках и он будет наказан за это. Машэ энкен ка шэр акадош баруху бухэр бара. И это нельзя сравнивать с тем, когда Всевышний выбирает зло. Что Всевышний выбирает зло и человек выбирает зло. Но человек будет за это наказан. Нельзя сравнивать, когда Всевышний выбирает плохое, там убить всех в принципе Египта, например, и человек. Кашэр акадош баруху урэг ку йодэ агам лях йод. Когда Всевышний убивает, он умеет также и воскрешать. Ха арига бэдэй мишэй йодэ али ахьот энэна харига убийство рукой того, кто умеет оживлять, не есть убийство. Бэмэли махэрот Другими словами, человек может реализовать как хорошее, так и плохое в божественном выборе. Однако, когда он выбирает плохое, это происходит из маарэхи дшекулин вэхулот из системы оценок и возможностей очень ограниченной. Очень ограниченной системы оценок и возможностей. Ну, то есть, он не может оживлять, грубо говоря. Ну да, то есть, я там, допустим, что-то поломал, я могу исправить это одно, но убийство это не то, что я могу исправить. научить ребенка починить. если он ее не починит, то я ее починю. Соответственно, если я сломал то, что я не могу исправить, это уже проблема. Это не проблема вообще. человеку заповедано выбирать хорошее, а не плохое. Да. Ну да. Окей. Есть вопросы? Продвинемся дальше. Ну, как бы очень интересно, но, по-моему, как бы понятно, нет? Если можно повториться, то есть, если правильно понять, что человек должен выбирать всегда позитивно, то есть, хорошо, потому что он не может исправить, если он выберет плохое, что-то очень серьезное. Да. Ну, очень интересно, очень интересно. Да. Да, мне тоже кажется очень интересно. Мне кажется, нетривиально совершенно интересно. Ну, Читать дальше? Да. Давай, может быть, тогда крути, я уже не буду свою основу ставить. вопрос осведомленности знания и выбор. И тут напрашивается вопрос древний, из древних времен, и очень серьезный вопрос. Шейлата идея вебхира, а именно вопрос знания, я думаю, даже осведомленность, сейчас видим дальше, и выбора. китаты тахэнши адаму бэн хорим дифхор эт ма сав им аэлуим юдеа мирош бэма уифа. Ну, да, то есть, это предопределенность, это вопрос предопределенности, скажем так, и выбора. Каким образом, как такой возможен человек, он с одной стороны свободен, выбирать свои действия, когда в то же время Бог изначально знает, что он выберет. то есть, как бы, Всевышнему известно все, перед ним раскрыты все карты, правильно? Если раскрыты все карты, то есть, как бы, он видит, какой будет следующий шаг. Если он видит, какой будет следующий шаг, значит, следующий шаг уже существует в потенциале, который станет, как бы, в активе. А, получается, человек как бы выбирает то, что уже на самом деле выбран, но в общем, тогда выбор. Окей? Я не так понимаю это место. Да. И я это место понимаю так. Всевышний знает, что ты выберешь. Но ты-то не знаешь, что Всевышний знаешь. Он же не приопределил следующий шаг, который ты сделал. Ты его определяешь. Просто он знает вперед, что ты выберешь. Это не значит, что он определил этот шаг. Тогда у меня нет выбора. Ну, да. Почему нет? Я думаю, что существует многовариантность, что можно делать и так, и сяк, и сяк, и человек все-таки выбирает. Я так думаю. Это один из способов решения вот этого направо пойдешь. Это найдешь, налево пойдешь, другой найдешь. Но если есть предопределено человеку, предопределено, кем он будет. Он будет злодеем, он будет хорошим, все его действия. Все расписано, есть предопределенность. Ну, простой пример, простой пример, близкий к нашей тематике, да, который считается классическим. Про Отцу Аврааму в Брид Бен Аптарьем сказано, и потомки твои 400 лет будут в Египте рабами. Какой смысл тогда обвинять братьев в том, что они продали Юсефа, и как бы все связано с моральной ответственностью за то, что связана история с Юсефом, хотя это по существу некоторые пункты осуществления божественного плана. То есть они как бы марионетки. Они разыгрывают спектакль, который был заранее задуман. Ну, а зачем тогда их обвинять? Вот простой пример. Если Всевышний задумал так, что евреи должны спустить в Египет, прежде чем выйти из него и получить как будтору. Ну, хорошо, они осуществляли его планы, у них никакой ответственности нет. Я думаю, что вот эти все евреи, они как бы, ну, не сразу же знали. Ну, не знаю, может, сразу знали. Но, в принципе, они там жили, они там жили, то есть они развивали, семьи там были, все остальное. Ну, то есть ты живешь этой жизнью, ты же не знаешь, что потом произойдет, будешь ли там рабом или нет. То есть, оно развивалось, оно развивалось так, но ты стал им потом только. Это сложный вопрос, на него нет вопроса. Это очень сложный, это очень сложный. Ответ, который не рабширки. Хорошо, хорошо, вот я, например, да, Всевышний знает мою жизнь вперед, кем я буду, но я на танто не знаю, кем я буду. То есть, я выбираю каждый день, где предупределение, нет, я свободен выбирать. Смотрите, Саулюс, я думаю, что мне кажется, что вы немножко упрощаете задачу, то есть у вас больше похоже на такую некоторую игру в жмурке. То есть, грубо говоря, ваши выборы, они вот там, где-то за портье такой находится, да, то есть вы не видите, но реально-то это уже есть, вас просто ведут. То есть это некоторая игра. Вы как будто немножко завязанными глазами идете, но реально вас ведут по дороге за рукой. Вы просто не видите следующего шага, но тот, кто нас ведет, это видит. Так это и есть свободно? Я выбираю? Нет, не думаю. Это то, что называется иллюзия выбора, да, мы про это уже читали, да, что есть позиция, которая считает, что то ощущение, что у меня есть выбор, это и есть иллюзия, а на самом деле выбора нет, да, вот это вот то, что Саулюз говорит. это то, что говорит Саулюз. Вот я хотел добавить, что Ханан Парад вот в этой истории с Юсефом, он в конце рассуждения, ну, более-менее похоже на то, который сейчас мы делаем, он приходит к такому выводу, который мне понравился. Он говорит, что можно решить эту проблему так. Господь действительно ставит задачу и определяет, чем все это как бы кончится, например, вот история с его братьем. Но как туда дойдут, это зависит от Юсефа его братья. То есть евреи должны были в конце концов попасть в Египет и быть там 400 лет. Но совершенно не обязательно было, чтобы братья так издевались над Юсефом и продали его туда и так его ненавидили. Это что, не обязательно было. То есть путь мог быть другой. Стратегия определена, а тактику выбирает человек. Но это тоже как бы такая. Давайте, может, почитаем чуть подальше и Раф Шевкина может объяснить. Окей? Вот тут Константин спрашивает. Поправьте меня, если Раф не говорит о том, что Гошем даже из человеческого плохого делает хорошее. Ну да, это по прошлой части. То есть он из человеческого плохого делает хорошее. Но я как бы отвечаю за ту машинку, которую я сломал. Он ее может починить. Но я буду отвечать. за то, что дано в моей власти. Да. Нет, в основном, это не может быть оправданием злых дел, чего-то плохого, что делает человек, когда он оправдывает это тем, что на самом деле он движется божественным повелением и поэтому может убивать людей или еще что-то такое делать. В конце концов, от этого всем будет только лучше. Не знаю, пророки, которые говорили как бы с Богом и осуществляли его, это одно. А люди, которые не такие, не могут так говорить, несут ответственно за свои действия. Нет, есть такие люди, которые верят в Бога и при этом они говорят, что я делаю все, что хочу. Ну, в каких-то рамках закона, допустим. можно по мелочи что-то украсть, потому что я наслаждаюсь, Бог хочет, чтобы я наслаждался и раз я делаю себе хорошо, то я делаю ему хорошо. Чего нет в этой идеологии, в ней нет заповедей, вот эта система как внешнего указания, что он не только дает мне выбор, но и кладет руку на правильный выбор, то, что называется, выберя жизнь. Да. 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 И, наверное, вся система заповедей, вот это, наверное, как раз именно та регуляция, которая подталкивает человека идти правильным путем. Подталкивает. Он может не брать ее, но она подталкивает, дает ему некоторые указатели. Как человек идет по дороге, турист, да, вот у него стрелка написана. И направо, и налево, так себя. Вот как бы система заповедей ему говорит. Правильно, идти сейчас направо, сейчас налево. Сейчас посидеть, час встать. В субботу правильно отдыхать. Почему? Ну, так и у нас указали. В субботу лучше не двигаться. Правильно? А вот я вам решил, начиная снова работать. Такая система. Окей? Указатель идти направо, человек идет налево, да, потом еще более жирный указатель. Потом там в конечном счете стена будет стоять. Потом там будут, я не знаю, какие-то камни сыпаться. То есть, в любом случае, как бы, в определенных рамках свобода остается. Но вот то, что вы сказали сейчас, Андрей, это было предупределено, что он пойдет налево и к стенке подойдет, или он сам решил так идти? Нет, он сам решил. Ну, так значит, не предупределено. Мы забегаем. Давайте посмотрим, что Раф Шерки пишет. Потому что это, мы просто стараемся, ну, может, это похорошо, предугадать, что дальше, как бы, Раф скажет, что-то именно на эту тему. Я думаю, что человек, у человека должно быть стопроцентное чувство, что это выбирает он. Но при этом, при этом, он должен, как бы, сопоставлять свои действия и жить с ощущением, что он выполняет, как бы, ну, я не знаю, волю Всевышнего или действует правильно. Но при этом, его выбор, это его выбор. Ну, да, тут все-таки, да, очень сложно. Маленькие такие перипетии, маленькие такие тонкости, маленькие, и очень иногда, очень надо следить, как говорится, и за текстом, и каждый все, кто говорит. Просто моя идея, то есть, я как бы, не до конца, или не понимаю до конца, или я не согласен, что он предопределил. То есть, из примера, что сказал Андрей, например, вот сейчас я решу, ну, не следовать вот этим путем, что-то зайдет мне в голову, я, ну, вот я начну там по-своему делать. Да, одно предупредение, предупредение второе, третье, то есть, он же не определил, он надеется, что я пойду по этому пути, по которому я шел, а я уже свернул, то есть, я как бы, конечно, может он вернет меня, я по голове получу хорошо, я передумаю потом. Лучше не надо. Ну да, ну просто вот я думаю сейчас о той свободе, вот если она у меня или нет у меня ее. Есть, есть, есть. Да, мы читаем, что есть, да, не абсолютная, потому что абсолютная свобода только у Всевышнего, а свобода в определенных рамках, да, вот он дал мне какие-то две стены, да, и сказал вот держись правой стороны, да, там, а я иду налево, и в конце вот эти стены, они, допустим, сужаются, да, и они в итоге приведут меня, куда я должен прийти, вот, но как бы в этих рамках у меня есть определенный выбор, там, и тут есть всякие указатели, там, более жесткие наказания, там, и так далее, чтобы меня направить, вот, но при этом в этих рамках у меня выбор все равно есть, как я понимаю. да, хотя в целом ситуация, она как бы сложная, именно почему, потому что и указатели не очень понятны, и как бы выбор, который делает человек, реальность ситуации такая, что зачастую не очень понятна, то есть, если не брать крайний случай, там, воровства, убийства, там, я не знаю, еще чего-то, но зачастую, в общем, как бы непонятно, что делать, люди часто на моих глазах мутлись в вопрос, что правильнее, быть, например, в Галуте, вне Израиля, и заниматься 100% торрой, либо бросить приехать в Израиль, и посвятить большую часть жизни тому, чтобы зарабатывать на пропитание, и может быть, еще дети, вообще говоря, там они ограничены, как бы ходят в еврейские заведения, а здесь они могут, вообще говоря, перестать быть религиозными, вот непонятно, что выбирать, то есть, зачастую, это непонятность, она как бы, это основа человеческой жизни, то есть, неправильно представлять так, что вот у нас есть выбор, но вот у нас есть, как бы, как у туриста, это карта, направо, налево, так-сяк, чуть-чуть свернул, путал камень по голове, а камень по голове, то есть, как бы, это механическая система, сложная, да, есть известная поговорка, поговорка, ну, такая банальная, но на игрите звучит хорошо, хаим золо пикник, да, вот жизнь, это не пикник, то есть, более сложная ситуация, окей, ну, давайте чуть-чуть прочтем, потому что Раф говорит, Раф буквально чувствует, что мы обсуждаем, поэтому он как раз нам сейчас будет давать ответы, окей, ну, так вот, пример, человек решает, решает поднять свою правую руку, а им лифнейший рим, а им лифнейший рим, адам, это я до, элуим, я дайдзе, ну, вот, прежде чем человек поднял эту руку, да, а что, Бог знал про это или не знал, им элуим, я дайдзе, если человек про это, если Бог про это знал, а решила адам, ло, айтап хверат, тогда человеку не было выбора, вы им ла им ло яда, а еще их не знал, вот такого не может быть, потому что Бог знает все, а идея аэлуит, нет, если Бог не знал, значит, Бог знает не все, а да, то он знает правильно, то он знает не все правильно, а идея аэлуит, и получается, ну, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ а человеческая и человеческая свобода выбора, они как кажется, что они противоречат другу или отрицают другу. И не могут существовать вместе. Шей-ла-зу-ла-э-мэ-ле-а-ка-шер-э-мэй-на-эм, я думаю, бессифре-э-ан-э-ви-им. И этот вопрос, он, не знаю, у-ла-мэ-ле-а, наверное, возникает как бы с какой-то силой. когда мы рассматриваем книги пророков. Бесефер от Малахим, книги Малахим, царей, Метуэр от Невуа, Метуэр от Невуа, ше Менабе иш Айллоим ле Яравам, кашер у зувех ле Эгель шеким бебейтел. Вот книги Малахим, можете посмотреть, это Малахим Алэф, первая книга Малахим, 13 глава, посылка 2-3. Представляется, объясняет, приводится пророчество, которое пророчит Божий человек, скажем так, Яраваму, царю Яраваму, когда тот приносит жертвы тельцу, которого он воздвиг бебейтел. Вот это текст из книги Малахим. Можете посмотреть перевод, но мы считаем словами быстрее ведем. Ваикра, аль Мезбех, бедеврей, бидвар השэм, ва-йомар, Мезбех, Мезбех, коэмар השэм, хине бен нолат лебен давид, шијау шмо, взавах, ал, анех, от коэнэй, от алех, от коэнэй, абамот, амактирима илэхэ, ва-тсамот адам, сэфуа лэхэ, час, безправедушны, ва-натан, байо мау, муфэт, лэмор, зэ, амуфэт, ашэр, э, дибэрашэм, ины, амезбех, никрав, нишпа, хадэшэн, ашээлау. Можете посмотреть точный перевод, ну, ливна тулдор, час, как бы идея в том, что он, этот Божий человек, он говорит Яраваму, что из-за того, что ты приносил туда всякие непотребности, человеческие жертвы, и все, то весь этот жертвенник будет разрушен. Ну, можете посмотреть точно. И произнес к жертвеннику слово Гошем и сказал, да, 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 жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родился сын дома Давида, имя ему Яшиял и принесет на тебе в жертву священников высот, да, вот этих бомов, ну, да, да, совершающих на тебе курение, и человеческий сожжет на тебе, и дал в этот день знамение, сказав, вот знамение того, что это изрек Господь, вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем просыплется. А, ты считаешь, я думал, ты классно так перевожешь просто с этого свиста. Я нашел перевож. Да, да, молодец какой. Окей, ну, я глазами посмотрел, вообще была близкая идея о том, что это пророчество о том, что все, что Яраван делает, плохо все кончится, он будет наказан, и те, кто этим занимается, будут наказаны. Вот Андрей нам прочел. Окей. А Мелоха Ишаяу хай кематаем шаналы ахар на вазу. Получается, значит, был некоторый пророчество о том, что будет в будущем. Это про Мелоха Ишаяу, про царя Ишаяу. Теперь дальше. По факту, Ишаяу жил 200 лет спустя этого пророчества. А им айталу и в шару, челоли ваце тмаши ниба анаби. Предспрашивается, а была ли у Ишаяу возможность осуществлять, не осуществить то, что было на пророчество, но пророком. То есть ему было сказано пророчество, Ишаяу сделает так и так. Ну так Ишаяу просто робот, что ему оставалось сделать? Он выполнал пророчество, да? Окей. Теперь дальше. Петру Мотовши, какие возможны пути разрешения этой дилеммы. Раф нам показывает, что проблема, над которой мы сейчас бьемся, она вообще, говоря, владела умами людей на протяжении двух с половиной тысяч лет от времен Аристотеля и до наших дней. Философы и люди духа, думающие люди, скажем так, да и продвинутые, просвещенные люди, да, во всех религиях, во всех конфессиях, они пытаются найти ответ на этот вопрос. А, подожди, ты должен читать Спехрад, я как-то по-нагому дальше продолжу. Нет, нормально читать. Только эту фразу допереведу, да? Давайте сфокусируемся на некоторых как бы подходах принципиальных, которые были сказаны мудрецами Израиля по этой теме. Давай, да, слиха я тут как-то немножко. Ральбак утверждал, что вот это знание Бога не противоречит свободному выбору. поскольку оно не включает в себя всех действий, которые делаются, исходя из выбора. Не понял? Ну вот это, мне кажется, близко, если я правильно понимаю, близко к тому, что Раф Ханан Парад говорил про Йосефа. То есть действия Йосефа действительно должны были спуститься. Но Аврааму не было сказано, что братья продадут Йосефа. Вот это как бы более мелкое расчленение, оно не было события, оно не было обусловлено. Это был выбор братьев самих. Могу он будет разрушен. А как он будет разрушен? Это зависло от Ешаяла. Чем, когда и так далее. Да, да, да. Тактика зависит от человека. Это на самом деле немножко близко к тому, что Саулюс говорил. В каком-то смысле, мне кажется, это пересекает к тому, что Саулюс говорил. То есть есть некоторая сцена, мы видим то, что находится на Баме, то есть на театральных подмостках, но то, что за сценой мы не видим. Мы разыгрываем на сцене, но при этом то, что за сценой мы не видим. И то, что происходит на сцене, мы за нее отвечаем. Но на самом деле, на самом деле, за сцену уже все расставлено. То есть Ишаягу или, допустим, Иосиф могли бы вообще не родиться и все равно кто-нибудь другой бы что-то такое сделал? Ну, с моей не родиться я не знаю. Это ты далеко, далеко дованул. Это я не знаю, каким образом можно было участие, земли вообще не было. Потому что они не обязаны были его продавать или не обязаны были делать то зло, которое они сделали. Наверное, да. Наверное, да. Нет, но есть же комментарий, что на самом деле у них, у всех потомков Авраама, у них было вот это пророчество, что потомки будут земля чужой рабами. и они не знали, когда это начнется. Например, вот когда жил Яков у Лавана, у них была мысль, вот говорят, что может быть это уже тот самый Галут, и каждое поколение оно думало, а может быть это сейчас или потом. И это, в принципе, реализовалось в определенный момент после вот этой ситуации. Ну да, но сами братья Иосифа не говорили про это. В тексте нет того, чтобы они упоминали и говорили. Вот то, что Иосиф говорит, очень может быть, что это вот начинает осуществляться то, что было сказано Аврааму. Как бы, не знаю, может быть, было такое семейное предание. Смотри, я не знаю, но сейчас у нас нет времени туда уходить. Авраам вообще рассказывал, он передавал, в тексте Тора этого нет. Авраам Исхаку передает. Вот он как бы перед смертью говорит Исхаку и говорит, значит, вот мне было такое. Это было сказано Аврааму. Я тоже помню место, когда в конце я сказал, что это и Всевышний допустил, это чтобы спасти от голода. То есть голод уже был, ну, знал, что будет голод, да? И вот все. Опять же, это все так крутилось, да? С маленьких людей до больших событий. Ну да. 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 Окей. Ну хорошо. может еще прочитать? Да. По его мнению, нет ничего плохого, да, чтобы говорить о Боге, что он не знает то, что будет. Ну да. То есть, вот эти вот какие-то более мелкие вещи, да, вот опять же, то, что братья продали Иосефа, ну, как будто бы Бог про это не знал. Он не предполагал, что будет. Это их личный выбор. Бог. Давар, мегу, негу, лоладад, дварим, бне едиа, а дварим атлуим вэв хира, гэмэйнам, бне едиа, бэммагутам, бэвахэн, энгнут, бэй, едиа там. Хорошо. Давар, мегу, негу, лоладад, дварим, бне едиа. То есть то, что недостойно, это не знать дварим, бне едиа. Я не понял. Давар, мегу, негу, лоладад, дварим, бне едиа. Это крутая фраза. Давар, мегу, лоладад, дварим, бне едиа, а дварим, бэв хира, а мена бне едиа. Не знаю, мне кажется, как бы, смысл такой, что действительно нехорошо или отрицательно не знать вещей, не знать, как бы, ну, вещей, можно так сказать, событий. Подлежащих знанию, наверное. Подлежащих знанию, да, которые открыты. То есть не знать то, что тебе, то, что открыто, да, это ах, дварим твой, да, то, что человек должен знать, то, что человеку можно быть открыто, да, неправильно это не знать, нехорошо не знать, то, что человеку это открыть. То есть опять случится ситуация с Йосефом, наверное, им было открыто то, что неправильно так поступать с братом. А вот закрытые вещи, ах, дварим тлуим, бэв хира, эмэй нам бне едиа, бэм аутан. А то, что связано с выбором, это не заранее известные, заранее известные факты, исходя из самой природы их неизвестности. И поэтому нет никакого как бы порицания их не знать. То есть он хочет сказать, что есть какие-то вещи по своей сути неизвестные, не данные, в том числе Богу. Вот это по отношению к человеку это как бы понятно, правильно? По отношению к человеку это непонятно. По отношению к человеку это понятно. Да, но здесь говорится о Боге, да? Да. Гнуд ломар аля илока шоу айно йо деа. Что нет ничего недостойного в том, что говорить о Боге, что он не знает. Потому что есть какие-то по сути свои вещи не подлежащие знанию, например, те, которые лежат в выборе человека. Да. Ну, когда будет дальше смотреть, звучит странно. То есть, как будто это предполагает, что у человека есть реальная автономность в его действиях. Автономность. Это мнение Ралбага, да. Да, что даже Бог не знает, что вот на этом участке, на котором человек свободен выбирать, что он реально сделает. Но как он тогда может быть все знающий? Опять же, вопрос. он знает, он знает, смотри, я не могу отвечать, за что знает Бог. Правильно? То есть, это недоступно моему видению. Тут как раз написано, что нельзя меня порицать за то, что я это не знаю, потому что это не открыто. Я могу предположить, что Всевышний, он знает окончательную цель или окончательный пункт назначения, куда придет тот, который движется. Но как конкретно к ней придет? Он как будто этого не знает. Он как будто этого не знает. И тогда у человека есть полная автономность пройти из пункта А до пункта либо так, либо так, либо так, либо вот так. А то, что он придет вот туда, 100%. А вот как дойти? У него есть полная автономность. Опять же, что вот эти все варианты дойти, опять же, их создал Всевышний. И он знает все вот это, каждый из вариантов. И все последовательности, которые были. Да. Может быть, за одну жизнь, а может быть, за три жизни, или за пять жизней. Может быть. Как вариант. Если он живет несколько жизней подряд, то вполне может быть. Так ведь время существует только для человека, прошлое и будущее, настоящее. Для Всевышнего нет. Это как раз помогает понять. Он сказал, что вот будут ваши потомки рабами. Все, да. Когда будут рабами, это здесь уже считают. Откуда начинать считать 400 лет? А для него неважно, тогда откуда начинать считать. А вот тут Лена пишет, что у нее с укладкой проблема. Ну, хорошо. Надо заказать другую укладку. Вот как раз Раби Хазда и Крескос решительно опровергают слова Ральбана. Вот отлично. Сэдорич. Мало того, что нам одного невозможно понять, так они что-то другого отрицают. Ну, хорошо. Почитайте, да. Почитаем дальше. Стало еще менее понятно. Окей. Прочитаем или оставим на следующее? У нас тут три минуты осталось. Ну, про Крескос вообще-то интересно. Давайте про Крескос. Ну, давай. Раби Хазда и Крескос Халак Бахарифут Аля Ванатошля Ральбана. Раби Хазда и Крескос решительно опровергают мнение Ральбана. Мишун шалой тахэль лякбиль эт еди ато шель хайлока. Потому что невозможно ограничить знания Всевышнего. Есть определенная предопределенность, да, то есть знания Всевышнего со стороны наших причин и наш выбор со стороны нашей сути. Как это понять? То есть не совсем выбор. То есть не совсем выбор получается. То есть есть какая-то предопределенность. Братья должны были продать ее сэр. Хирам и цядацмейну. То есть есть какие-то причины, которые предопределяют. Ну да, то есть неполная автономность. Но есть некий выбор, да, митца дацмейну с нашей стороны. Да. Всевышний сотворил человеку осознание свободного желания. Да. О, по-моему, как раз то, что говорил Саулюс вначале. Да, я буквально дочитал. Это 100%. Саулюс, вы в прошлом не лгули, не были вообще Раф Хаздаем Крэсписом. Вы сказали? Я иногда думаю, что что-то было такое. Кстати, перевели, перевели. Чита Китросов перевела в свое время книгу Крэсписом. Окей, Хаздаем Крэсписом. Окей. Ну вот, пожалуйста, ответ, который не может нас сильно порадовать. Но тем не менее, это действительно так. Переведешь? То есть, с нашей стороны, у нас есть ощущение свободы выбора. На самом деле, его нет. Да. Как в том анекдоте. Жучка, здорово, мы их обманули. Ну вот, то же самое, да, человек проходит проверку в психиатрической больнице. Он к жучке к спичному коробку обращается и говорит. Там проходит перед комиссией, и у него, они его должны определить, он же как бы нормально выздоровел, можно сказать, у него на веревочке спичный коровок. Они его спрашивают, а что это у вас? Он говорит, а что вы дураки, что вы спрашиваете? Ну, поэтому это спичный коровок. Они говорят, ну все, чувак, нормально выздоровел. Он выходит из комнаты и говорит, Жучка, здорово, мы их обманули. Вот это на эту тему как раз. То есть, как бы, да, интересно. Ну, не знаю, выберите схему, которая вам больше подходит. Очень подходит на то, что Сауле сказал. Нам кажется, что это свобода. Но если нам кажется, нам 100% наказаться, ну а какая разница, если у нас есть полное ощущение, что у нас есть полная свобода. Ну, вы с этого. Слушайте, ну так правда можно с ума сойти, а может нам вообще только кажется, что мы существуем. В каком-то смысле, да. 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 Действительно. Я вот тебя ни разу не видел по жизни, правильно. Я слышал твой голос в сумме. Я тебя видел иногда. А я ни разу не видел. А ты меня не видел, да. Тем не менее, у меня есть полное ощущение, что ты действительно существуешь. Оно реально? Не факт. Я вас обоих видел, но это ни о чем не говорить. я тоже видел обоих. И Натана, и Андрея. Вот про Андрея я точно знаю, да. Да. Но мне кажется, вот тоже креско, как бы, если отбрасывать курьезность, да, то, ну, в целом, действительно, какая особая разность, да. Если у человека, смотрите, это как и ситуация такая, никто из нас не знает, да, всем адмиавыстрим, когда кто умрет. но есть полное знание, то есть, у нас есть понятие того, что мы все когда-нибудь умрем. Но это не отбирает у нас возможность радоваться жизни каждую минуту, правильно? Ну, хорошо, если он знает все мои шаги. Ну, пускай знает, но если у меня есть ощущение, полное ощущение свободы, как и раньше он ее знает. Вот как раз я это и хотел сказать. Вот сейчас вы хорошо обозначили. Вот это я и хотел сказать. Да, я понимаю. Есть камера слежения, грубо говоря, она все время нас отслеживает. Но я никогда по жизни не ощущаю, не вижу. Она мне мешает. Нет? Да, мы не есть боги, мы есть созданы. Мы созданы. Ну, вообще-то да. Окей. Ну, хорошо, на этой хорошей ноте темистической давайте закончим. Смотрите, мы разбираем интересные вещи, они нас подталкивают как к интересным разговорам. так, наверное. Если мудрецы разделялись и наезжали друг на друга, ну, чего же, как бы нам-то было. с этого мы стараемся понимать, как бы, делать какие-то выводы. Окей? Если, а будет еще продолжение, да? Ну, вот, вот хороший ответ. Хороший ответ на эту тему с Божьей помощью. Вот, очень хороший ответ. С Божьей помощью. Может, еще услышим и узнаем что-то такое, что... Да. Окей. Дальше нас ждет мнение Робейну Исхака Барбанели, потом мнение Рамбама. Да. Патриас. Очень большое. Очень интересно. Отлично. Да. Всем спасибо. Вот, то, что я здесь пролистал, вот, то, что я сейчас пролистал, вот параграф, это вот потрясающая фраза мудрецов, да, которая, опять, где-то в парадоксальной форме, да, окольца фуй, в аршутной туна. То есть, все предопределено, а возможность действия дана. Вот это именно оно и есть. с одной стороны, все, окольца, окольца фуй. Вот это все, это полная, есть стопроцентная предопределенность всего. Ничего в мире не происходит без его знания. Но, тем не менее, аршут на туна. Ну, дано право, дано право, убирать. Вот это, пожалуйста, в одной фразе, тут как раз, вот эта парадоксальность, она сведена к этой фразе. Окей. Ну, хорошо. Тут мы поддерживаем урок и урита. Да, всем спасибо за участие. Бурой помощью продолжим дальше. Всем счастливо. Пока. Спасибо. Спасибо большое. Отлично. Помощь интересная. Спасибо. Счастливо. Пока. Пока.